Когда воспитываешь детей, нужно побольше волноваться, доктор, иначе они вырастают бандитами. Обратный путь мы проделали рука об руку. Мадам Роза любит показаться в компании. Она всегда долго одевается перед тем, как выйти, потому что была когда-то женщиной, и это в ней еще чуток осталось. Она сильно красится, но ей уже бесполезно прятаться от возраста. Лицо у нее, как у старой лягушки, да еще и еврейской, с очками и астмой. Поднимаясь по лестнице с продуктами, она то и дело останавливается и говорит, что когда-нибудь помрет прямо на ступенях, как будто это так важно, перед смертью непременно одолеть все семь этажей. Дома нас дожидал месьеен да Амаде, сводник, которого еще называют сутилером. Если вы здешний, то должны знать, что тут вообще полным-полно туземцев, которые, как видно, из этого прозвания, приезжают к нам из Африки. У них много общежитий, которые называют трущобами, где у них нет предметов первой необходимости, вроде гигиены и отопления города Парижа, которые до сюда не доходят. Есть такие дома для черных, где их живет до 120 по 8 человек в комнате, а одна единственная на весь дом уборная внизу, и тут уже они облегчаются, где попало, потому как с этим делом ждать не станешь. Раньше до меня существовали бедонвили, но Франция их снесла, чтобы не позориться. Мадам Роза рассказывала про одно общежитие в Абервилье, где сенегальцев удушали угольными печками. Помещали в комнату с закрытыми окнами, и к утру они были трупами. Их душили вредные веяния, которые исходили от печки, пока они спали сном праведников. Я часто наведывался к туземцам, жившим на улице Бессон, и принимали меня всегда очень хорошо. По большей части они там были мусульмане, как и я, но причина была вовсе не в том. Я думаю, им было приятно видеть девятилетнего пикета, у которого в голове еще ни одной идеи. У стариков у тех всегда идей в голове. К примеру, неправда, что все черные на одно лицо. Мадам Самбур, которая им стряпала, нисколько не походила на мосье Дья. Это заметно сразу, как только привыкнешь к черноте. Уж смешным мосье Дья никак не назовешь. Глаза у него будто специально были устроены, чтобы нагонять страх. Он все время читал. Еще у него была вот такой длины бритва, которая перестает складываться, когда нажмешь на одну штучку. Считалось, что он держит ее для бритья, но вы скажите кому-нибудь другому. Их в общежитии было полсотни, и все слушались его с полуслова. Когда он не читал, то делал всякие упражнения на полу, чтобы стать самым сильным. Он и так был силачом, но ему все мало было. Я не понимал, зачем человек, который без того силен, как бык, тратит столько сил, чтобы накачаться еще. Я у него ничего не спрашивал, но думаю, что он все никак не чувствовал себя достаточно сильным для того, что ему хотелось сделать. Мне тоже иногда до того хочется стать сильным, сдохнуть можно. Иногда я мечтал, что я фараон, и ничего, и никого не боюсь. Я частенько бродил вокруг комиссариата на улице Дедон, но без всякой надежды. Я хорошо знал, что в девять лет это невозможно. Я был еще слишком несовершеннолетний. Я мечтал стать фараоном, потому что у них сила безопасности. Я считал, что фараон сильнее всех на свете, и далее не подозревал, что существуют еще и полицейские комиссары. Только потом я узнал, что бывают и посильнее, но так никогда я не смог добраться мыслями до префекта полиции. Это превосходило мое воображение. Сколько мне там было лет? Восемь, ну десять, и я боялся остаться без никого на свете. Чем труднее мадам Рози становилось забираться на седьмой этаж, и чем дольше она после этого отдыхала в кресле, тем больше я чувствовал себя меньше и боялся. А тут еще вопрос с моим днем рождения. Он не на шутку меня донимал, особенно когда меня турнули из школы, сказав, что я слишком мал для своего возраста. Как бы то ни было, возраст не имел значения, потому что свидетельство, удостоверявшее, что я действительно родился и что живу по всем правилам, было липовое. Как я вам уже говорил, бумагу мадам Розы был полный дом, и она даже могла бы доказать, что и в десятом колене не была еврейкой, если бы полиция вздумала забрать ее с обыском. Она прикрылась со всех сторон с тех пор, как была захвачена врасплох французской полиции, которая поставляла немцам евреев и помещена в велодром. Оттуда ее переправили в еврейское общежитие в Германию, где их сжигали. Она все время боялась, но не как все, а гораздо сильнее. Однажды ночью я услышал, как она кричит во сне, и от этого проснулся и увидел, что она встает. Комнат было две, и одну она занимала сама, без никого, если не считать случаев, когда нас набиралась куча мала, и мы с Мойшей ложились спать у нее. Той ночью как раз так и вышло. Только Мойшей не было. Он подыскал себе одну еврейскую семью без детей, которая заинтересовалась им и брала под наблюдение, убедиться, что он пригоден для усыновления. Домой он возвращался, чуть живой, до того из кожи вон лез, чтобы им понравиться. Мадам Роза заорала, и я проснулся. Она зажгла свет, и я скосил на нее глаз. Голова у нее тряслась, а глаза были такие, будто черти что увидели. Потом она слезла с кровати, накинула халат и достала ключ, спрятанный под шкафом. Когда Мадам Роза нагибается, зад у нее становится еще громадней. Она вышла на лестницу и стала спускаться. Я пошел за ней следом, потому что она была так напугана, что я не посмела остаться один. Мадам Роза спускалась по лестнице то при свете, то в потьмах. Выключатель-автомат из экономических соображений срабатывает у нас почти моментально. Управляющий – большая сволочь. Один раз, когда снова стало темно, я сам, как последний идиот, взял и включил свет. И Мадам Роза, которая была этажом ниже, и спустила вопль. Она заподозрила человеческое присутствие. Она глянула вверх, потом вниз, и снова начала спускаться. И я тоже. Но до выключателей больше не дотрагивался. Эта штука нам обоим внушала страх. Я ничегошеньки не понимал в происходящем, меньше даже, чем обычно. А от этого всегда еще страшней. Коленки у меня тряслись, и жутко было глядеть на старуху, которая спускалась по этажам, крадучись, словно индеец, как будто кругом полно врагов, и даже того хуже. Добравшись до первого этажа, Мадам Роза не стала выходить на улицу, а повернула налево, к лестнице в подвал, где нет электричества и чертут даже летом. Нам Мадам Роза запрещала ходить сюда, потому что в таких вот местах всегда душат детей. Когда Мадам Роза ступила на эту лестницу, я подумал, ну все, крышка, она рехнулась, и чуть было не побежал за доктором Кацем. Но мне было до того страшно, что я затаился и решил ни за что не шевелиться, уверенный, что если сделаю шаг, все это завоет и кинется на меня со всех сторон. Все те чудища, которые, наконец, вырвутся на волю из темных углов, по которым они прятались с тех пор, как я родился. И тогда я увидел слабый свет. Он исходил из подвала, и это меня немножко успокоило. Чудища редко зажигают свет, для них полезнее всего темень. Я сошел вниз, в коридор, где пахло мочой и даже кое-чем похлеще, потому что в доме по соседству, где жили африканцы, была всего одна уборная на сто человек, и они делали свои дела, где попало. В подвале оказалось много дверей, и одна из них была открыта. Туда вошла мадам Роза, и оттуда шел свет. Я заглянул. Посреди стояло продавленное красное кресло, засаленное и колченогое. В нем восседала мадам Роза. Из стен, как зубы, торчали кирпичи, и стены словно ухмылялись. На комоде стоял еврейский семисвечник, в котором горела одна свеча. К моему большому удивлению, тут оказалась кровать, рухлядь, какое самое место на свалке, но с матрасом, одеялами и подушками. Еще тут были мешки с картошкой, плитка, бидоны и картонные коробки, набитые сардинами. Меня это все до того удивило, что всякий страх пропал. Зато начал пробирать холод, ведь я выскочил голиком. Мадам Роза посидела немного в этом убогом кресле, довольно улыбаясь. Вид у нее стал лукавый и даже торжествующий, как будто она сделала что-то хитроумное и очень важное. Потом она встала, в углу стояла метла, и она принялась подметать подвал. Не стоило бы ей этого делать. Поднялась пыль, а для ее астмы нет ничего хуже пыли. Она сразу же стала трудно дышать и свистеть бронхами, но продолжала мести, и рядом, кроме меня, не было никого, кто бы ей сказал. Всем было до лампочки. Конечно, ей платили за то, что она обо мне заботится. И общим у нас было только то, что у обоих не было ничего и никого. Но для ее астмы нет ничего хуже пыли. Потом она отставила метлу и попыталась задуть свечу, но ей не хватало дыхалки, несмотря на ее размеры. Тогда она послюнила пальцы и таким вот макаром загасила свечу. Я тут же смылся, сообразив, что она все закончила и будет подниматься. Ну, ладно. Я ничего в этом не понял, но мне было ни впервой не понимать. Я никак не мог взять в толк, что ей за радость спускаться на семь этажей с хвостиком посреди ночи, чтобы с хитрым видом посидеть в своем погребе. Когда она поднялась наверх, ей уже не было страшно. И мне тоже, потому что это заразительно. Мы проспали бок о бок сном праведников. Лично я много размышлял об этом и думаю, что месье Хамиль не прав, когда говорит так. Мне кажется, лучше всех спится неправедником, потому что им плевать, а праведники-то как раз и не могут сомкнуть глаз, портя себе кровь из-за всего на свете. Иначе они не были бы праведниками. Месье Хамиль всегда найдет выражение вроде «Поверьте моему опыту старика» или «Как я имел честь вам сказать» и кучу других, которые мне очень нравятся, потому что напоминают о нем. Это был человек «Лучше не придумаешь». Он учил меня писать на языке моих предков. А он всегда говорил предки, потому что родителей моих и поминать не хотел. Он заставлял меня читать Коран, потому что мадам Роза говорила, что арабам это полезно. Когда я спросил у нее, откуда ей известно, что я мухаммед и мусульманин, ведь у меня нет ни отца, ни матери и никакого оправдывающего меня документа, она рассердилась и сказала, что когда я стану большим и выносливым, она мне все объяснит. А сейчас не хочет меня шокировать, пока я еще чувствительный. Она часто повторяла, главное, что надо щадить у детей, это чувствительность. Но мне было бы наплевать на то, что моя мать борется за жизнь, и если бы я ее знал, то любил бы ее, заботил бы все о ней и был бы ей хорошим сутилером, как муссиен да Амаде, о ком я еще буду иметь честь. Я был очень рад, что у меня есть мадам Роза, но если бы можно было иметь кого-нибудь получше и породнее, я бы не отказался, черт побери. Я мог бы заботиться и о мадам Розе тоже, даже будь у меня настоящая мать, о которой надо было бы заботиться. У муссиен да Амаде много женщин, о которых он заботится. Раз мадам Роза знала, что я мухаммед и мусульманин, получалось, что происхождение у меня есть, и я не просто никто. Я хотел знать, где моя мать и почему не приходит меня навестить. Но мадам Роза ударялась в слезы и говорила, что я неблагодарный, что я ее ни в грош не ставлю, раз хочу кого-то другого. И я затыкался. Ну, хорошо. Я знал, что если женщина борется за жизнь, то не обойтись без тайны, когда у нее появляется дитё, которого она не сумела вовремя остановить с помощью гигиены. И это-то и по-французски и называется шлюхинами детьми. Но занятно было, отчего эта мадам Роза так уверена, что я мухаммед и мусульманин. Не придумала же она это ради моего удовольствия. Однажды я заговорил об этом с месье Хамелем, когда он рассказывал мне житие Сиди Абдеррахмана, патрона города Алжира. Месье Хамель прибыл к нам как раз из Алжира, откуда он 30 лет назад совершил паломничество в Мекку. Поэтому Сиди Абдеррахман Алжирский его любимый святой, ведь рубашка всегда ближе к телу, как он говорит. Но еще у него есть ковер, где показан другой соотечественник. Сиди у Али, да-да. Тот восседает на молитвенном коврике, который волокут рыбы. Это может показаться чепухой, когда рыбы тащат ковер по воздуху. Но так велит религия. Месье Хамель, как так получается, что я известен как Мухаммед и мусульманин, коли на меня нет никакого подтверждения? Месье Хамель всегда поднимает вверх руки, когда хочет сказать, что досвершится воля Господня. Мадам Роза приняла тебя, когда ты был совсем маленьким, а метрик она не ведет. С тех пор она приняла и отдала обратно много детей. Малыш Мухаммед. Она хранит профессиональную тайну, потому что некоторые дамы требуют. Она отметила тебя Мухаммедом, значит, мусульманином. А после того, создатель дней твоих не подавал призрака в жизни. Единственный признак, который он подал, это ты, Малыш Мухаммед. И ты прекрасный мальчик. Надо думать, твой отец был убит во время Алжирской войны. Это великая, прекрасная вещь. Он герой независимости. Мсье Хамиль, по мне так лучше иметь отца, чем не иметь героя. Лучше бы он был хорошим сутилером и заботился о моей матери. Ты не должен говорить подобных вещей, Малыш Мухаммед. И не надо забывать, что для этих дел есть еще и гославы, и корсиканцы, а то на нас и так вечно взваливают всю работу. Да, нелегко воспитывать ребенка в этом квартале. Но чутье подсказывало мне, что Мусе Хамиль знает что-то и скрывает от меня. Это очень достойный человек. И не будь он всю жизнь бродячим торговцем коврами, он стал бы кем-нибудь очень выдающимся. И даже, вполне возможно, сам сидел бы на летучем ковре, который тянут рыбы, как другой святой Магриба, сиди у Алида-да. А почему меня завернули из школы, Мусе Хамиль? Сначала мадам Роза сказала, это потому, что я слишком мал для своего возраста. Потом, что я слишком велик для своего возраста. А потом, что у меня вообще не тот возраст, какой должен быть. И потащила меня к доктору Кацу, который ей сказал, что я, вероятно, буду особенной, как великий поэт. Мусе Хамиль выглядел совсем печальным. Это все из-за его глаз. У людей печаль всегда из глаз смотрит. Ты очень чувствительный ребенок, малыш Мухаммед. Оттого-то ты совсем не такой, как все. Он улыбнулся. Да уж, от чувствительности в наше время не умирают. Разговаривали мы по-арабски, а по-французски это выходит не так складно. Неужто мой отец был таким потрясающим бандитом, мусе Хамиль, что все боятся даже говорить о нем? Нет, нет, правда нет, Мухаммед. Я никогда не слышал ничего подобного. А что вы слышали, мусе Хамиль? Он опускал глаза и вздыхал. Ничего. Ничего? Ничего. Вот так всегда и получается со мной. Ничего. Урок закончился, и мусе Хамиль стал рассказывать мне про Ниццу. Это я люблю больше всего. Когда он описывает клоунов, которые пляшут на улицах, и веселых великанов, которые раскатывают в фургонах. Мне кажется, что я у себя дома. Еще я люблю мимозовые леса, которые у них там есть, и пальмы, и белых-прибелых птиц, которые хлопают крыльями, словно аплодируют, так они счастливы. Однажды я подбил Мойше и еще одного пацана, которого звали по-другому, пешком отправиться в Ниццу и поселиться там, в мимозовом лесу, добывая себе пропитание охотой. Мы ушли утром и добрались до площади Пегаль, но там перетрухнули, потому что оказались очень далеко от дома, и вернулись назад. Мадам Роза думала, что сойдет с ума, но это она просто любит так выражаться. Так вот, как я уже имел честь, когда мы с мадам Розой вернулись от доктора Катса, то обнаружили дома месье Нда Амеде, который одевается так шикарно, что вы просто не можете себе представить. Это самый великий сутилер и сводник из всех парижских африканцев, А к мадам Розе он приходит, чтобы она писала письма его родным. Никому другому он не хочет признаваться, что не умеет писать. На нем костюм из розового шелка, который можно даже потрогать, и розовая шляпа с розовой рубашкой, галстук тоже розовый, и все вместе, как на картинке. Он приехал к нам из Нигера. Это одна из новых стран, какие есть у них в Африке. И создал себя сам. Он все время это повторял. Я сам себя создал. Создал вместе со своим костюмом и бриллиантовыми перстнями на пальцах. У него их было на каждом пальце по одному. И когда его утопили в сене, пальцы ему отрезали, чтобы забрать бриллианты, потому что это было сведение счетов. Я говорю об этом сразу же, чтобы избавить вас от волнений потом. При жизни он владел лучшими двадцатью пятью метрами тротуара на улице Пегаль и подстригал ногти у маникюрщиц. Ногти у него тоже были розовые. Еще у него был жилет, про который я забыл. Кончиком пальца он всегда дотрагивался до усов, будто хотел их приласкать. Он всегда приносил мадам Розе в подарок что-нибудь съестное. Но она предпочитала духи, потому что боялась еще больше потолстеть. Я никогда не видел, чтобы от нее плохо пахло. Только потом, гораздо позже. Духи лучше всего подходили для подарка мадам Розе. И флаконов у нее была пропасть. Только я никак не мог взять в толк, почему больше всего она льет их за уши. Куда телятам суют петрушку. Этот африканец, про которого я вам рассказываю, месье Нда Амаде, и в самом деле был неграмотный, потому что он слишком рано стал большой шишкой, чтобы ходить в школу. Я не собираюсь копаться сейчас в истории, но черные и впрямь много страдали, так что их нужно понимать, когда можно. Вот почему мадам Роза писала за месье Нда Амаде письма, которые он отсылал в Нигер родным, поскольку знал их фамилию. Там расизм был к ним до того жесток, что это привело к революции, и они получили свой режим и перестали страдать. Мне-то не пришлось терпеть от расизма, поэтому надеяться мне особенно не на что. Ну, а черные, должно быть, страдают и от других неурядиц. Мсье Нда Амаде усаживался на кровать, где мы спали, когда нас было не больше троих-четверых. Когда было больше, мы перебирались к мадам Розе. Или же он ставил на кровать ногу и так стоял, объясняя мадам Розе, что она должна сообщить его родным. Мсье Нда Амаде, когда говорил, жестикулировал и волновался, под конец Дария выходил из себя и прямо-таки бушевал. Не потому, что был злой, а потому, что хотел сообщить родным гораздо больше того, что он мог средствами своего низкого происхождения. Начиналось всегда дорогим и почитаемым отцом. А потом он закипал от ярости, потому что был полон замечательных вещей, которые не находили выражения, и так и оставались у него в сердце. Ему не хватало средств, ведь каждое слово было для него на вес золота. Мадам Розе писала для него письма, в которых он самоучкой постигал науки, чтобы стать строительным подрядчиком, воздвигать плотины и сделаться благодетелем для своей страны. Когда она читала ему это, он был наверху блаженства. Еще благодаря мадам Розе он строил мосты и дороги и все, что полагается. Ей нравилось, когда муссиен да Амаде бывал счастлив, слушая про все то, что он проделывал в ее письмах. И он всегда вкладывал в конверт деньги, чтобы получалось правдеей. В своем розовом костюме с елисейских полей он был весь восторженный и, может, даже больше того, и мадам Розе потом говорила, что когда он ее слушает, у него глаза истина верующего и что черные из Африки, они ведь бывают не только там, это пока лучшее, что есть по этой части. Истина верующие это те, кто верит в Бога, как месье Хамель, который все время рассказывал мне о Боге и объяснял, что такие вещи лучше всего воспринимаются, когда ты молод и способен воспринять все, что угодно. и нестина. Истина верующая